всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий сегодня мы поговорим о дизайне графическом дизайне в одном из утилитарных его преломлений а именно об инфографике хотя инфографик это и есть дизайн неважно насколько качественные данные вы соберете если вы не сможете подать это визуально красиво это будет не инфографика ну или плохая инфографика а что делать если вы не дизайнер в таком случае нужно найти приложение которое сделает все за вас ну или почти все и тут я советую посмотреть в сторону canva.com вот такой они кстати прикольный сайт заходим через google аккаунт для чего это нам надо ну давайте решим что для себя а вот тут смешно тут надо обязательно узнать как это сделать отказаться нельзя благо коротко он говорит что тут есть поиск что очень удобно поиск по ключевым словам есть текст что естественно и есть возможность скачать все вообще канва упирает именно на простоту которая в купе со отсутствием дизайнерских навыков дает все равно качественный результат и этот двухминутный обучающий курс который кстати тоже нельзя пропустить он про это я его пропущу но он действительно на две минуты и после него действительно возникает ощущение что ты уже все знаешь и вот страница аккаунта со временем здесь будут появляться ваши работы вот здесь популярные категории макетов а здесь все категории в каждой категории какое-то несчетное количество макетов нас непосредственно интересует инфографика вот она слева макеты как я уже говорил их очень много но к сожалению на бесплатном тарифе все макеты имеют единый размер 800 пикселей на 2000 потом я расскажу как можно решить эту проблему и на бесплатном тарифе соответственно мы выбираем макет который нам подходит и начинаем с ним работать давайте сразу как-нибудь его назовем и что у нас тут есть весь документ состоит из блоков вот это текстовый блок и это текстовый блок по текстовому блоку как и по любому другому есть настройки вот здесь тут все как в ворде гарнитура размер цвет выравнивания и так далее тут основные функции проект здесь можно поменять фон всего документа или выбрать фактурную подложку тут меняется не весь бэкграунд потому что такой макет весь белый цвет в нем вставлен как отдельные блоки вернемся к исходнику отменить действие можно сочетанием клавиш control z давайте увеличим масштаб можно вот здесь увеличивать или колесом мыши при нажатом control вот текстовые блоки я уже говорил что их можно настраивать вот например мы поменяли цвет также можно поменять цвет и у графических блоков любой блок можно передвинуть в любое место и поменять его ориентацию по шкале z то есть положить под текст или над текстом но или любым другим блоком естественно можно просто удалить нажатием клавиши delete ну и соответственно любой блок можно увеличивать или уменьшать либо пропорционально если потянуть за угловой кружок либо по какой-то одной шкале вытягиваясь за боковые что еще еще есть текстовые блоки можно вставить заголовок под заголовок или основной текст можно вставить например красивый заголовок какие-то шрифты он не видит на бесплатном тарифе вот этот увидел то конечно очень удобный направляющий просто шик далее элементы элементы это тоже круто здесь очень много всего все разбито по категориям и в каждой категории тысячи и тысячи изображений вот например линии выбираете линию вставляете в документ дальше подравниваете как вам нужно меняете цвет готова ужас удаляем или диаграммы это просто праздник какой-то они диаграммы вставляете диаграмму подравниваете при нажатии на нее появляется окно настройки проставляете свои названия и значения он сам все уравняет готова или вот сетки тоже крайне удобно это для вставки собственных данных да здесь же можно вставлять свои фото это здесь в закладке моё видите одну фотку я уже залил вставляем ее в рамку и получается вот так ну а здесь вы можете добавлять собственное изображение и еще по основным закладкам тут есть очень удобный поиск ищет хорошо и много ищет по редким запросам ищет даже сочетание слов единственная проблема найти теперь в результатах поиска бесплатное изображение то что нужно чаще всего стоит 1 доллар теперь вы можете скачать ваш готовый дизайн он рекомендует скачивать png но можно и в джипеге в pdf а тут хранятся все ваши макеты к редактированию которых можно всегда вернуться и напоследок про размеры вот тут вы можете выбрать любой размер точнее тот который вам нужен что-то опять вытянутые сейчас пусть будет такой тут уже не будет готовых макетов только варианты разметки но зато в ваших руках все нити управления конечно я не дизайнер но какие-то художественные навыки у меня есть по крайней мере так говорят друзья художники и мне это приложение очень понравилось не только как приложение для создания инфографики тут же можно делать все что угодно портфолио открытки афиш и заставки facebook и получается это достаточно симпатично все любите друг друга украшайте пространство вокруг себя красивыми вещами подписывайтесь на канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий